В Краснофлотском районном суде начинается процесс над 48-летним хабаровчанином, который в апреле прошлого года убил мужчину и устроил поджог, чтобы скрыть следы преступления. Инцидент произошел в частном секторе на улице Перспективной. Будущая жертва, 55-летний гражданин Узбекистана, жил в строительном вагончике на одном из участков. В Хабаровск мужчина приехал на заработки. Здесь он был и охранником, и помогал строителям возводить коттедж. Вечером 20 апреля 2016 года к нему пришли трое мужчин. Одного из них иностранец видел впервые, бывшего уголовника. Компания выпивала, гости поссорились. Узбек вмешался, но получил несколько ударов в грудь от приятеля, а затем и от нового знакомого. Приезжий попытался выгнать Буянов на улицу. Мужчины вышли, но лишь для того, чтобы вооружиться. Фигурант уголовного дела схватил топор и зашел обратно. Он обухом оглушил сторожа, а когда пострадавший упал, нанес еще несколько ударов. Мужчина свою вину так и не признал. Сотрудничать со следствием отказался. Подробности преступления рассказал свидетель. Вот так вот стоял, наносил ему удар вот так. Ну, замахивал вот так. Замахивал? Да, я наносил ему удар. Трижды ударив жертву топором, мужчина накрыл пострадавшего одеялом и поджег. Убийца и двое свидетелей вышли на улицу, дошли до перекрестка и следили за пожарами издалека. Фигурант уголовного дела обратился к соседям с просьбой вызвать пожарных. Обвиняемый в совершении данного преступления ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступление против личности. Также был судим за совершение убийства, причинение тяжкого вреда здоровью. Непосредственно, незадолго до совершения инкриминируемого преступления освободился из мест лишения свободы. Уголовник с богатым криминальным прошлым все рассчитал. Топор он спрятал, следователи его так и не нашли. Пожар уничтожил другие улики. Мужчина едва не ушел от ответа. Разыскать свидетелей и доказать его причастность к убийству следствию стоило немалых усилий. Обвиняемому грозит до 15 лет колонии. Без кормильца осталась семья гастарбайтера. В Узбекистане у мужчины были жена и дети. С места происшествий Юлия Рябцева и Виталий Векстер.